У нас на связи епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил. Доброе утро! Доброе утро, Владыка, благословите! Здравствуйте! Ну да, очень приятно видеть вас, во-первых. У нас рубрика такая уже традиционная, но первый раз мы общаемся с главой епархии. Так что для нас большая честь сегодня общаться с вами. Спасибо. Расскажите несколько слов о той земле, где вы несете свое служение. Расскажите несколько слов о том народе, который населяет эту землю. Кыргызстан — это небольшая горная страна. Большинство здесь живут кыргызы, но здесь, конечно, она очень многонациональная. На югах, например, очень много живут узбеков, таджиков. На севере много живут уйгур, дунганей, турков, русских. Конечно, эта страна в основном исповедует ислам, петиционный ислам. Но как горная страна, конечно, она откладывает свои отпечаток на культуру, потому что кыргызы — это кочевой народ. Истинный такой коренной, можно сказать, такой кочевой народ. Они сродны нашим алтайцам России по своему происхождению. Поэтому вот такая горная, прекрасная, небольшая, среднеазиатская страна. Владыка Даниил, расскажите, пожалуйста, поподробнее, где вы служите? Ну, служение наше, значит, происходит практически на всей территории Кыргызстана. У нас семь областей. Но основная такая большая область — это Нарын. Там у нас, к сожалению, нет храмов. Исторически там была часовня святителя Николая, но после революции ее снесли. А так, там вообще только населяют одни кыргызы по национальности, и поэтому как-то так вот нет там православных храмов. А во всех остальных областях у нас существуют православные храмы. Их больше сорока приходов. В Центральной Азии у нас одна из таких самых больших, можно сказать, по приходам, по духовенству, епархий. В Бишкеке это центр административный, получается, епархиальный. Ну, это, естественно, столица государства Кыргызстана. Здесь располагается епархия, апархиальное управление. И практически здесь мы и держим связь и с руководством страны, и непосредственно по всеми частями. Сорок приходов, Владыка, это же такая полнокровная епархия, и хорошая жизнь, интересная, насыщенная. Скажите вот по поводу будущего епархии, по поводу молодежи. Есть ли в храмах молодежь, и как она задействована? Ну, знаете, есть такая определенная специфика вообще, как в Центральной Азии, так и в Кыргызстане. Для русскоязычного православного населения все храмы являются как частичкой такой родины. И, конечно, они сюда все приходят, и на все ночные бени, и на литургию. Храмы всегда заполняются. И мы видим, вот, например, я за многие годы смотрю, что кто-то уезжает, кто-то умирает, но в храме всегда тоже количество практически людей. Он обновляется, приходят люди, в основном они приходят через чиноглашения, остаются и уже становятся такими полноценными нашими приходами. Среди них, конечно, очень много молодежи. Может, в сельском населении, там больше пожилого населения, потому что молодежи туда поезжают. Ну, как в общей тенденции. Тогда покрупнее, здесь молодежи намного больше. И здесь, конечно, кроме того, что молодежь не подъявляет, он трудится в этом направлении. Ну и вообще, невозможно ни одного человека без молодежи, потому что на этой сеть не удержится. Вы затронули тему сельского населения. А вот расскажите, пожалуйста, что вас удивляет в местном народе? Простота. Кыргызы, они как такие исконные, как я говорил уже, кочевники, они очень простые люди. И эта простота, эта открытость, она откладывается на всех народах, которые здесь живут. Поэтому здесь даже русские, они такие простые, открытые люди. Поэтому, когда все к нам приезжают, они так удивляются, потому что встречают как будто тысячу лет знакомые, близкие, родные. Поэтому вот эта простота, она истинная. Лайка, всегда интересно даже просто приехать куда-то в другое место, зайти в другой храм и посмотреть, как, может быть, немножко по-другому люди встроят свои отношения между собой вот в этой простоте, про которую вы сказали. Может быть, посмотреть, как они молятся, какие традиции в народных праздниках. Это всегда интересно. Могли бы вы сегодня нам и нашим зрителям сказать, что же есть такого уникального вот в праздниках там, где вы сейчас, в Кыргызстане? Вы знаете, здесь сохранилось очень много дореволюционного. Дело в том, что здесь православие же пришло 150 лет тому назад. И оно пришло с казачеством, с тем русским населением коренным, которое тоже, может быть, шло сюда в далекие края от хорошей жизни. Ну, придя сюда, они сохранили за это время некие традиции и в богослужении, и в частности в жизни. Очень много таких всяких традиций. Даже сейчас рассказать, вот, например, на Пасху наши, например, цыгане православные, и они испекают такие огромные, огромные пичи. Всегда удивляюсь, как они действительно до двух метров. И они приходят, и защищаем. За богослужение, например, сохраняется такая часть во время пикого входа. Мы в конце говорим «и вас». А, и вас. И вас. Да, да, да. Это революционная традиция. И вот таких очень много разных моментов, которым я, может быть, поначалу привыкал, ну, я понимал, что это те традиции, которые надо сохранить здесь, на Кыргызской земле. Как хорошо, как интересно. Владыка, спасибо вам большое за это утреннее интервью. Мы хотим пожелать вам и вашей епархии, всем православным, кто окормляется в этой земле, чтобы вас Господь хоронил. Спасибо вам еще раз. Приходите к нам в гости еще раз. Спасибо. Езжайте в гости. Мы очень рады. Поняла, нас пригласили. Да, обязательно. Хорошего вам дня, Владик. Напоминаем, друзья, что с нами на прямой связи был епископ Бишкеск и кыргызстанский Даниил.